МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1949 году руководство Советского Союза утвердило новую форму одежды для военнослужащих наиболее выдающихся родов войск. Такими по итогам Второй мировой войны были признаны авиация, и бронетанковые войска. У танкистов новую форму получил офицерский состав, у авиаторов офицеры и генералы. Офицеры и генералы остальных родов войск продолжали ходить в обмундировании, принятом в 1943 году. Такое положение дел не устраивало многих военнослужащих. Но проблема была еще и в том, что новая военная форма в Советском Союзе принималась лично товарищем Сталином. Глава государства отвергал любые просьбы, связанные с изменениями в одежде военных. И получилось так, что к началу 50-х годов скопилось большое количество неутвержденных проектов по улучшению обмундирования. В 1953 году Сталин умер. И его смерть дала возможность начать полномасштабную реформу военной формы одежды. После смерти Сталина военные министерства преобразовали в Министерство обороны СССР. Первым заместителем министра обороны был назначен маршал Советского Союза Жуков. Он лично принялся курировать все вопросы, связанные с военной формой. Многие проекты были разработаны еще в конце 40-х годов. Поэтому первые предложения подготовили достаточно быстро. Начали с высшего командного состава. Уже в марте 54-го появилось постановление Совета министров СССР о внесении изменений в форму одежды маршалов и генералов Советской Армии. За основу для новой одежды взяли открытый китель генералов военно-воздушных сил. Без каких-либо существенных изменений в покрое его утвердили для маршалов и генералов сухопутных войск. Парадная форма одежды была цветом морской волны и состояла из фуражки, мундира, белой рубашки с галстуком и брюк. Повседневная форма включала в себя те же предметы. Только китель и рубашка были уже защитного цвета. В качестве повседневно-полевой одежды оставался закрытый китель защитного цвета образца 43-го года. На зимний период времени предусматривались двубортная шинель и папаха. В 1955 году проходит следующая волна реформы. И опять улучшается парадная и повседневная одежды. Только на этот раз у офицерского состава, которому также утвердили открытый китель с рубашкой и галстуком. Приоритеты здесь распределили в следующем порядке. Офицерам военно-воздушных сил во всех случаях разрешалось носить открытый китель. Парадный, синего цвета, повседневный или полевой, защитного. Офицерам бронетанковых войск полагался парадный мундир стального цвета, а повседневный, защитного. В качестве полевой формы оставалась проверенная временем гимнастерка. Для всех остальных офицеров сухопутных сил открытый мундир утвердили только в качестве парадной формы. Остальная одежда не изменилась. Повседневная – фуражка, закрытый китель и брюки синего цвета в сапоги или на выпуск. Полевая – фуражка, гимнастерка и брюки защитного цвета в сапоги. После таких кардинальных изменений все нюансы, связанные с ношением военной формы, решили обобщить. С этой целью в июне 55-го были изданы новые правила ношения. Интересно, что согласно этим правилам, форма одежды делилась по назначению уже на четыре вида. Парадную, парадно-выходную, повседневную и повседневно-полевую. Напрашивается вопрос, чем они отличались друг от друга. Парадная форма предполагала ношение брюк в сапоги и парадный пояс. Парадно-выходная и повседневная без пояса с брюками на выпуск. Исключение составляли летчики и танкисты. Им во всех случаях предписывалось носить брюки на выпуск. Только в первом случае с поясом, а во втором без. При повседневно-полевой форме всегда носились брюки в сапоги. А вот караульная форма одежды перестала упоминаться в правилах ношения. С 1950 года она стала прописываться в уставе гарнизонной службы вооруженных сил. Можно сказать, что главное внимание реформаторы тех лет уделяли парадной форме одежды, которая представлялась высшему руководству при прохождении торжественным маршем. Это подтверждается появлением в этот период особой формы одежды для оркестра московского гарнизона, введением особого парадного обмундирования для рота почетного караула. Идет военно-политическая академия имени Ленина. Артиллерийская академия имени Дзержинского. Академия бронетанковых и механизированных войск имени Сталина. Военно-инженерная академия имени Пуйбышева. Военно-воздушная академия Советской Армии. Реформа, проведенная в 54-55 годах, затронула форму одежды только маршалов, генералов и офицерского состава Советской Армии. А вот сержанты и рядовые оставались неохваченными. Поэтому в 56-м году маршал Жуков проводит следующий этап реформы. Преследовалась вполне конкретная цель обеспечить сержантов и солдат всем положенным вещевым имуществом. Кардинального изменения военной формы в данном случае не предусматривалось. В действительности положенное вещевое имущество как правило военнослужащие нижнего звена не получали. То есть установленные парадные мундиры как правило можно было наблюдать только на парадах в крупных городах а замысел обеспечить ими всех военнослужащих конечно же оставались. В августе 56-го года выходят отдельные правила ношения военной формы одежды для сержантского и рядового составов. Правда новым в этих правилах было только название. По внешнему виду практически вся одежда не отличалась от образцов 43-го года но именно поэтому с поставленной задачей удалось справиться. Во второй половине 50-х годов военнослужащие низшего звена были обеспечены всей положенной одеждой. Сюда входили парадный мундир зимняя рабочая одежда Панама для жарких районов Но основными предметами военной формы по-прежнему оставались пилотка гимнастерка шаровары и сапоги. ПОЮТ В том же 56-м году со снабжения сняли закрытый полевой китель маршалов и генералов советской армии. Вместо него ввели открытый китель с рубашкой и галстуком. В 57-м самостоятельным предметом военной формы стала рубашка. Ее разрешили носить без кителя. Для этого был качественно изменен фасон рубашки и специально разработаны мягкие погоны. Носить ее могли маршалы и генералы а также офицеры которым в качестве повседневной одежды был положен открытый китель то есть летчики и танкисты. В ходе реформы связываемой с личностью маршала Советского Союза Жукова занимавшим пост министра обороны с 1955 по 1957 год было создано излишнее разнообразие формы одежды создававшая большие расходы материальных ресурсов что было признано уже в 1656 году Министерство обороны было отказано в поставке золота для украшения офицерского состава тогда же начался поиск более экономичных вариантов формы одежды а также изучение возможности уменьшить количество предметов в гардеробе военнослужащих уже к сентябрю 1957 года было подготовлено постановление совета министров оно начиналось характерной для того времени фразой в целях улучшения формы одежды и ликвидации излишеств в нормах снабжения военнослужащих далее излагалось описание новой военной формы которая по мнению руководства страны была значительно дешевле в производстве Министерство обороны подготовило проект новой формы одежды согласно которой офицеров следовало переодеть в однобортные полузакрытые кителя с четырьмя карманами привести в соответствие парадно-выходную форму одежды и повседневную форму одежды с возможностью использования одних и тех же предметов также предполагалось изменить форму погон то есть Жуков съездил в Чехословакию и решил что в Советской Армии тоже должны быть трапециевидные погоны вот почему так непонятно в результате Жуковской реформы был предложен радикальный вариант который также предполагал выбрасывание на свалку всех предметов установленных в 1955 году но планируемые изменения более известные как Жуковская форма так и не удалось осуществить в конце 1957 Жукова сняли с поста министра обороны на его место пришел маршал Советского Союза Родион Малиновский посчитав планируемые изменения очень затратными он отменил приказ своего предшественника вместе с тем Малиновский понимал что существующая военная форма очень дорого обходится государству и тогда Министерство обороны предложило очередной новый проект по изменению обмундирования этот проект получил одобрение у Совета министров СССР у нас в 1955 году были приняты правила ношения для маршала генералов и офицеров в 1956 значит для сержантов солдат и курсантов приказом министра обороны маршала Малиновского в марте 1958 года были утверждены правила ношения объединявшие все категории военнослужащих от маршалов до рядовых и изменения описываемые этими правилами ношения в полной мере соответствовали требованиям постановления о ликвидации излишества в нормах снабжения и улучшения формы одежды приказом от 29 марта 1958 года для офицеров сухопутных войск и военно-воздушных сил была установлена новая единая форма в качестве парадной парадно-выходной и повседневной одежды был принят однобортный китель защитного цвета в зависимости от ситуации он носился с брюками на выпуск или в сапоги однобортный китель был абсолютно новым предметом в обмундировании советской армии разработали его на основе двубортного мундира но на этот раз одежда была сделана без оглядки на зарубежные или дореволюционные образцы идея полностью принадлежала советским военным что касается полевой формы то здесь ничего нового выдумывать не стали фуражка гимнастерка брюки и сапоги проверенные временем одежды реформа затронула и сержантов сверхсрочной службы или как говорят сейчас контрактников если раньше они получали солдатское обмундирование то в 58 году для них утвердили офицерскую одежду одеть сержантов сверхсрочной службы в офицерскую форму хотели еще в 41 так пытались привлечь на военную службу молодежь но началась война и реализацию проекта отложили вернулись к нему только через 17 лет и успешно осуществили в 58 году внесли небольшие коррективы и форму маршалов и генералов покрой парадной и повседневной одежды остался прежним а вот количество золотого шитья сократилось в качестве полевой формы попытались ввести гимнастерку но это новшество так и не прижилось так как Малиновский был весьма умеренным реформатором в течение 10 последующих лет который он оставался на этом посту серьезных изменений не происходило если не считать введение формы одежды для морской пехоты и некоторых частных изменений таких как улучшение форменной рубашки и изменение покроя летнего пальто отсутствие изменений в военной форме не означало что работы в этом направлении не велись реформа 58 года подразумевала под собой взаимозаменяемость одежды военнослужащих или говоря иначе ее унификацию но в полной мере этого добиться не удалось к примеру повседневная одежда офицерского состава состояла из кителя защитного цвета и синих брюк полевая из гимнастерки и брюк защитного цвета при этом носить гимнастерку с синими брюками не разрешалось соответственно в гардеробе военнослужащего должно было находиться как минимум двое брюк куда проще было сделать обмундирование одного цвета во-первых сократился бы гардероб военнослужащего во-вторых отпадала необходимость использовать два красителя в масштабах армии и то и другое позволило бы существенно уменьшить затраты собственно над этим и работали уже в 62 году вышло постановление совета министров СССР в нем содержался основной принцип дальнейших изменений унификация предметов военной формы одежды в 65 министр обороны Малиновский дал указание разработать новую форму с учетом всех пожеланий через три месяца подготовили первые проекты ознакомившись с ними Малиновский отправил их на доработку в декабре 65 измененные проекты вновь представили на рассмотрение но в связи с тяжелой болезнью министра обороны дальнейшие работы в этом направлении остановились лишь со сменой главы военного ведомства с приходом на этот пост в апреле 1967 года маршала Гречко снова пришли в движение шестеренки планирующейся реформы в рассмотрение были включены все разработки накопленные за предшествующее десятилетие 26 июля 1969 года были утверждены новые правила ношения военной формы одежды изменения касались всех военнослужащих советской армии однако в большей степени они затронули как ни странно сержантов солдат и курсантов но обо всем по порядку соблюдая субординацию следует начать с маршалов и генералов парадной и парадно-выходной форме изменения коснулись только золотого шитья на фуражке и рукавах а полевая стала полностью защитного цвета вот по большому счету и все новшества следующий на очереди офицерский состав и здесь в покрое одежды ничего не изменилось только немного скорректировали цветовую гамму повседневная форма приобрела защитный цвет как и подразумевалось предложенной ранее концепцией а вот парадное и парадно-выходное обмундирование министру обороны Андрею Антоновичу Гречко виделось в более торжественных тонах поэтому в военно-воздушных силах установили синий цвет а в сухопутных войсках цвет морской волны более значительные изменения произошли в полевой форме офицерам сухопутных войск гимнастерку заменили однобортным закрытым кителем защитного цвета и для такого нововведения была вполне определенная причина радиационное заражение в середине 60-х годов руководство страны очень серьезно относилось к возможности боевых действий с применением ядерного оружия и для ликвидации последствий радиационного заражения были разработаны различные химические составы с их помощью обрабатывали военную технику и обмундирование эта процедура называлась дезактивация дезактивация обмундирования и санитарная обработка личного состава производится на пункте специальной обработки с помощью дезинфекционно-душевой установки конечно кадры учебного фильма предполагают идеальный вариант развития событий о взрыве все знали заранее и не спеша покинули площадь возможного удара но ядерный удар вероятный противник мог нанести неожиданно и тогда возникала другая проблема покинуть место заражения и как можно быстрее снять верхнюю одежду существовала проблема затрудненного снимания верхней одежды при радиационном заражении и заражении отравляющими веществами это приводило к тому что существовала специальная методика разрывания гимнастерки от ворота до низа при необходимости экстренного снимания в условиях заражения что по экономическим соображениям никак не могло быть принято так как существовали такие процедуры как дезактивация в итоге к концу 60-х годов на замену гимнастерки был разработан образец закрытого кителя с сложным воротником к концу 60-х годов советская армия находилась на пике своего могущества баллистические ракеты сверхзвуковые самолеты мощная бронетанковая техника вооружение поражало не только своей мощью но и масштабностью всю эту технику с гордостью показывали на парадах зарубежным гостям это был парад могущества и силы советской армии от трех линейки и пулемета Максим прошел ее путь до ракет не имеющих себе равных ни в одной стране мира а и сегодня как и 50 лет назад наш народ говорит миру мир в 69-м году руководство страны решило что мощная советская армия должна соответствовать своему статусу не только новейшим вооружением но и военной формой одежда офицерского состава уже отвечала духу того времени а вот обмундирование сержантов и рядовых практически не изменялось с 43-го года поэтому в 69-м году решили серьезно улучшить внешний вид военнослужащих низшего звена впервые в истории Советского Союза для сержантов и рядовых срочной службы вместо закрытого парадного мундира утвердили открытой с рубашкой и галстуком немного улучшили шинель на ней появились пуговицы правда они являлись чисто декоративным украшением с видением новой парадной формы внешний вид рядового состава очень сильно приблизился к офицерскому в повседневной и полевой одежде также произошли значительные изменения вместо гимнастерки ввели закрытый однобортный китель офицерского покроя так закончилась история знаменитой гимнастерки этот элемент военной одежды был символом целой эпохи солдаты царской армии воевали в ней в годы первой мировой войны солдаты красной армии прошли в гимнастерке через всю гражданскую и вторую мировую в этой одежде продолжали служить и в мирное время вплоть до 1969 года про гимнастерку сочиняли стихи и воспевали в песнях вот кто-то с горочки спустился наверно милый мой идет на нем защит погиб настерка она с ума меня сведет на нем защита и настерка она с ума меня сведет дальнейшие изменения в военной одежде можно обозначить как вяло текущие затрагивали они в основном внешний антураж к примеру парадная форма сержантов и рядовых предполагала наличие на погонах буквенных шифровок СА советская армия в начале 70-х руководство страны решило ввести их и на повседневном обмундировании в середине 70-х годов повседневную форму офицеров был введен золотой плетеный шнур для фуражки и золотая окантовка петлиц что было продиктовано введением института прапорщиков и мичманов и необходимостью каких-то отличий офицерского состава от прапорщиков мичманов и военнослужащих срочной службы Некоторое разнообразие в военной одежде появилось только в 1973 году и касалось оно полевой формы Офицерам прапорщикам а также сержантам и солдатам срочной службы было разрешено ношение ватной куртки В приказах эта одежда проходила как утепленное полевое обмундирование Утвердили такую куртку в качестве альтернативы шинили Правда у рядового состава эта одежда появилась лишь спустя несколько лет Вплоть до конца 70-х каких-либо существенных изменений в военной форме не происходило Но в 1979 году началась война в Афганистане которая продолжалась почти 10 лет В этой войне советские войска принимали активное участие на начальном этапе выяснилось что полевая одежда не соответствует условиям боевых действий Офицерский состав с любого расстояния можно было отличить от сержантов и рядовых как по цвету их шерстяного обмундирования так и по присутствию в полевой форме одежды фуражки По этим признакам вычислить и уничтожить командира было достаточно просто а без командира боеспособность отряда заметно снижалась Полевая форма была неудобна и для ведения боевых действий Облегающий покрой одежды сковывал движение а при длительном нахождении на солнце в ней было жарко Серьезные нарекания поступали также на маскировочные функции обмундирования Интересно что в советской армии все же существовала полевая форма из легкой хлопчатобумажной ткани Эту одежду утвердили еще в 69 году специально для жарких районов Более того внешних отличий между офицерами и рядовыми в ней практически не было Но ее покрой не отличался от обычной полевой формы Поэтому она была также неудобна для выполнения боевых задач Да и обеспечены этой одеждой были далеко не все военнослужащие Учитывая все проблемы связанные с полевой формой Министерство обороны приступило к созданию новых видов обмундирования В начале 80-х годов было разработано совершенно новое полевое обмундирование в создании которого был использован опыт как стран социалистического лагеря стран Варшавского договора так и образцы имевшиеся в государствах членах НАТО В 84-м году приказом министра обороны СССР утвердили новую полевую форму В комплект входили фуражка куртка и брюки прямого покроя В качестве зимней полевой формы приняли такую же по покрою одежду только утепленную Эта одежда была предназначена для всех военнослужащих сухопутных сил Вместе с ней утвердили и новую полевую форму для воздушно-десантных войск Правда разница была невелика На куртке убрали нижние карманы а сама куртка заправлялась в брюки Вот пожалуй и все отличия от сухопутного образца В 85-м году новая полевая форма поступила в войска В первую очередь в зону военного конфликта Афганистан Взрыв 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 Поначалу выпускалось полевое обмундирование защитного цвета Связано это было с большим запасом ткани на текстильных складах И этот запас нужно было как-то использовать В дальнейшем стали переходить на пошив одежды из ткани камуфлированного цвета Сама идея использования такой окраски была не нова Еще в 20-х годах создавались различные предметы специального снаряжения для маскировки на местности Но это были разного рода накидки и плащи А вот военную форму из ткани камуфлированного цвета сделали только в 85-м году Помимо разработки нового полевого обмундирования совершенствовалась и повседневная форма одежды Причем некоторые нововведения были напрямую связаны с пожеланиями военных В мае 1987 года Михаил Сергеевич Горбачев посещал город Ленинск где на встрече с военнослужащими и членами семей военнослужащих он выслушал целый ряд жалоб и предложений по облегчению существующей формы одежды для военнослужащих На основании этого очень быстро появился приказ разрешающий офицерам в летнее время носить рубашку не только без кителя но и без галстука с расстегнутой верхней пуговицей и закатными рукавами В дальнейшем для военнослужащих утвердили рубашку с коротким рукавом В 1988 году всему офицерскому составу прапорщикам и военнослужащим сверхсрочной службы разрешили носить вместо повседневного кителя шерстяную куртку В 1988 году реформа военной одежды закончилась но поставленных задач в полной мере достичь не удалось концепция заложенная еще в 60-х годах подразумевала унификацию предметов обмундирования но к примеру полевая и повседневная формы были абсолютно разные как по покрою так и по цвету кроме того большинство предметов военного обмундирования конструктивно не изменялись более 20 лет они стали дорогостоящими в производстве и не отвечали современным требованиям конечно разработки новой военной формы велись была создана комиссия которая занималась дальнейшим развитием обмундирования в конце 80-х годов по результатам ее работы определили наиболее важные критерии военной одежды вот только несколько из них функциональность эстетичность экономичность высокая степень унификации в начале 90-х новую концепцию собирались воплотить в жизнь но в 91-м году Советский Союз прекратил свое существование а вместе с ним прекратила свое существование и военная форма одежды Советской Армии военная форма одежды Красной и Советской Армии прошла исторический путь длиной более 70 лет от революционного псевдорусского стиля до строгого парадного костюма от вызывающей улыбку буденовки до современной фуражки эта военная форма стала символом социалистической эпохи 25 декабря 1991 года на просторах бывшего Советского Союза возникло новое государство Российская Федерация и проблемы связанные с военной формой остались актуальными и для новой страны но это уже другая история история военной формы российских вооруженных сил городов по поводу грузов поэтому посвящен автор 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин